Недалеко осталось до маркированных лавочек с надписями «Только для титульной нации», а там и до новых лагерей. Судя по последним заявлениям представителей российских силовиков, в которых некоторые бонзокарательных органов Балалайни в открытую начали призывать очистить Россеюшку от мигрантов. Как стало известно, первый замглавы МВД РФ Александр Горовой призвал страны СНГ до 15 июня этого года сократить численность мигрантов, которые, по его словам, незаконно находятся в стране. По его мнению, такое количество граждан постсовка, которые находятся на территории Запоребрика, незаконно. Милиционер угрожает тем, что если они не уберутся куда-нибудь, то будут наказаны вплоть до выдворения страны и закрытия границ. Примечательно, что товарищ милиционер имеет в виду работающих на России нелегалов, которые выполняют черновую работу, которой коренные москвичи брезгуют. Этот родитель в курсе, что в балалайне и так кризис с трудовыми кадрами, а ток мигрантов бьет по еле дышащей экономике. Об этом говорит официальный Росстат, который зафиксировал, что чистый приток мигрантов из-за рубежа в январе-августе 2020 года упал в 2,4 раза до 69,1 тысячи человек по сравнению со 166,7 тысяч годом раньше. При этом число прибывших сократилось почти на 12%, примерно до 380 тысяч человек, большинство из стран СНГ. А число уехавших из страны мигрантов, наоборот, выросло на 15% до 311 тысяч. Почему вдруг замглавы МВД обеспокоился? Судя по статистике, не так много мигрантов желают и дальше оставаться в «на России». За те деньги, которые сейчас платят за низкоквалифицированный труд, многие мигранты не горят желанием вкалывать до седьмого пота. Получается парадокс. Стройки еще идут, но работать некому. Пандемия, дешевый рубль наложили отпечаток на привлекательность работы в РФ. Еще 8 апреля Песков говорил о том, что за прошедший год на России мигрантов стало меньше. Их не хватает для реализации амбициозных планов и монументальных свершений. А тут дядя-милиционер готовит товарники на депортацию. Как бы они ни подрались. В любом случае, очевидно, что Россия уже не привлекательна для трудовой миграции, что, естественно, не может не радовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова